все поехали всем привет друзья вы на канале про блокчейн с вами максим вячеслав рады вас приветствовать значит сегодня у нас супер горячая тема супер важная мы будем как всегда разбираться что такое биткоин что такое берн ты биткоин для чего нужен рэн битиси вот эти все важные вещи мы будем для вас раскрывать поэтому присаживайтесь поудобнее значит комментарии у нас все есть посылочки в телеграме вы можете перейти писать комментарии мы для себя как бы тестируем переход на новую площадку для того чтобы понять как это работает да всем здравствуйте вопросы можете в том же чате задавать пока что там slow mode стоит 10 секунд после того как мы заканчиваем прямую трансляцию slow mode становится у него чуть чуть больше и и все у нас как бы собственно говоря круто давайте сразу перейдем посмотрим что у нас происходит на рынке криптовалют как у нас поменялась обстановка и будем двигаться дальше я показываю значит свой экран есть отлично супер значит что у нас вообще происходит сейчас на рынке криптовалют была жесткая очень просадка по биткоину по эфиру и по всем альтам но сейчас слава богу мы вернулись обратно в диапазон и есть а токены которые действительно продолжают удивлять и дорожать вот например токен степан который подорожал на целых 40 процентов это gmt токен не джести который серенький от gmt который золотой и вот он подорожал на 41 процент играться вам в эту опасную игру или нет принимайте решение ребята самостоятельно мне как бы страшно покупать токен степан я не понимаю что с ним будет мне кажется что он очень активно добывается и конечно он может начать стоить дешевле чем он стоит сейчас поэтому прям будьте очень осторожны что у нас еще из таких вот топовых терра подорожал zcash анонимная монета подорожал 154 доллара iphone держится вообще отлично 12 5 долларов мне кажется что iphone может смело стоит в районе а 20 баксов а если они еще будут супер активно развиваться продажи земель и так далее может конечно вообще улетать куда-то в космос выглядит в общем рынок круто полигон вернулся опять в наш диапазон 1 41 мы торгуемся и кстати на просадке когда корректировался биток эфир он скорректировался гораздо меньше чем наш чем гораздо меньше чем другие активы давайте посмотрим быстро что у нас происходит по биткойну есть интересные вещи на которые стоит обратить внимание значит смотрите у нас были уже коррекции вот такими жесткими сквизами как вы видите на экранах вот здесь вот здесь и здесь и после таких коррекций скажем так у нас всегда всегда был рост следовал первый раз это 37 процентов во второй раз это 31 процент и после этого мы еще сходили еще на 39 то есть практически на 40 процентов каждый раз мы после таких вот сквизов дорожаем поэтому можно предположить что следующая отметка куда мы можем сходить по биткойну это выше 50 тысяч причем очень кратковременных временных промежутках и это это короче хорошая возможность мы напоминаю что мы купили порядка потратили 120 тысяч долларов для того чтобы откупить биткойн в районе 39 40 тысяч долларов и это очень здорово и теперь ждем его дальше у нас кстати в чате dfx hunter саша бутманов писал что если мы говорим о долгосрочной перспективе все что у нас дороже все что ниже 52 в долгосрок прямо можно добирать себе но как всегда это ни в коем случае не инвестиционный совет ребята поэтому будьте внимательны вот такая вот у нас ситуация беглая ситуация по рынку я предлагаю сейчас сразу начать по биткоину порен битиси видите си слава тебе слово а я потом покажу какие есть пулы интересные с биткойном обернутым на курве вот так ты будешь экран до сразу показывать да я уже запустил и когда я говорю теоретически сразу показываться мой экран я могу заткнуться и теперь вообще красиво все я молчу получается когда я говорю запускается мой экран и соответственно он же и записывается значит ребята были такие вопросы что за но возможно это от новичков вопросы да а возможно и некоторые люди которые довольно таки давно здесь да но не вдаются вот в эти всякие дефа и так далее они понимают что есть биткоин обычный как говорится православный биткоин старый который 2009 года да вот он есть биткоин и вот он биткоин он начинается адрес единички вот он везде присутствует на всех рынок и кепах под номером один вот и вот это биткоин и а как биткоин торгуется на эфировских дексах и еще на массы дексах да вообще непонятно людям как как ты можешь прийти на декс и взять купить себе биткоин если биткоин это вот начинается адрес единички а есть какой-то обернутый биткоин в сети эфириум у которого адрес начинается с 0x22 а что это за токен что это за шляпа и при этом он действительно стоит столько же как и биткоин то есть цена 40 тысяч семьсот восемьдесят семь то есть она полностью от арбитражированная вот почти там доллар в доллар да действительно для удобства и при развитии вот этих всех дефа и систем решили сделать обернутый биткоин когда вы берете обычный биткоин самый настоящий обычный биткоин кладете в хранилище определенных проектов это да как раз проект wbtc и renbtc и еще там всякие разные вот и этот протокол в замен вашего биткоина который вы ему сдали выпускает вам обернутый биткоин токен в сети эфириум который вы получаете на свой кошелек и дальше уже можете его использовать во всех дефи протоколах отдавать его на а войны или на компаунд в залог а предоставлять его в пул на киорф или там предоставлять его в пулы на юнисвоп и так далее так далее то есть вот именно для этого он был сделал а все остальное полностью работает так же как с биткоином то есть сейчас на текущий момент циркуляция обернутого биткоина двести семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть что это значит что в хранилище wbtc находится 278 тысяч пятьсот пятьдесят шесть настоящих биткоинов и выпущено ровно такое же количество обернутых биткоинов в виде токена в сети эфириум и вы уже ими оперирует а вот такая вот позиция как выглядит сайты кто их поддержит если вы зайдете на сайт wbtc это даже не главная страница да то есть вот главное выглядит вот так который тоже говорит что это действительно версии 20 токен он поддерживается огромным количеством сетей комьюнити и так далее то есть почти во всех депи протоколах вы можете им пользоваться отправлять его в залог здесь как раз то что я вам только что разъяснил да написано как это работает и здесь же есть а дальше партнерство где вы можете его получить как вы можете сменить да вот то что я рассказал да вы отдаете его в кастаде и вам ментится к соответственно вот этот токен все здесь верифицировано все на биткоине то есть тут четко видите один к одному с биткоином все это дело и соответственно где вы можете его получить здесь у них есть куча мерчантов вот хранилище как а стадионы но самый простой способ да это не выдумывать айти на дексы самые популярные которые вам нравятся тот же в нынче или там юнисвоп или любой другой да и там соответственно вы можете это все дело покупать можете подписаться на их twitter если захотите там тоже много подписчиков и есть аналогичный проект так называемый ren btc но он немножечко поменьше то есть если мы видели что в wbc 250 плюс тысяч биткоина то в ren btc 11773 здесь как бы софлай поменьше но при этом как бы он тоже четко сходится один к одному все у него хорошо по долларам это тоже на эфире токен который тоже много где присутствует и вы можете посмотреть на их сайт он примерно также работает но у них еще есть dark ноды где можно под 9 и 8 там это все дело майните и можно это все запускать но это немножко сложнее тоже немножко ну такого да то есть как как это все делать как эти лаера там настраивать ноды и так далее и у вас небольшая должна быть конечно и ответственности видимо не всем там это все дается нужно иметь определенное количество биткоином чтобы это все дело запустить но тем не менее как бы они работают у них есть статистика работают они смотрите 1 2 3 4 5 6 в семи сетях эфириум бска фантом полигона в ланча солана арбитрум w петиций то же самое представлен там в мультичейнах то есть как минимум тоже 6 7 сетей плюс минус все у них в этом плане похоже то же самое есть twitter он twitter он ский 119 тысяч подписчиков давайте тоже подпишу странно что мы на них не подписаны и есть пулы у на них на юнис вопе то есть если вы посмотрите то к примеру тот же обернутый биткоин он по объемам у нас на третьей позиции то есть эфириум на первой позиции до на второй позиции и и на третьей позиции у нас обернутый биткоин сразу вот он у нас есть 200 220 миллионов объема за последние 24 часа эти вел у него 360 миллионов но самое интересное что здесь до в десятку вода нету мы не видим рэнбитиси потому что вы действительно меньше а вот но если вы захотите вдруг обменять рэнбитиси на wbtc вы можете запустить керф и почти один к одному увидите за один рэнбитиси вам будет давать 0.9985 обернутый битиси и так и то же самое да в обратку за ну тут видите немножко другой курс за давайте вот так сделать один вот сюда вот за один обернутый битиси вы будете получать один там 307 рэнбитиси вот такая примерно связка то есть это как бы керр для того чтобы обменивать минимальным проскальзем то есть если вы не знали да то вы можете также точно менять здесь и usdt на usdc и у вас всегда будет минимальная проскальзем или можно для этого использовать какой-нибудь там агрегатор типа ван нынч вот такая вот у меня информация так мне тут звонок макс может дальше уже показать ты что-нибудь я отвечу воду забрать у тебя микрофон отключен да сейчас покажу запускаю свой там я стоп шивен так смотрите ребят возвращаемся к керву как вообще это вся интересная штука работает и что мы можем еще зарабатывать на наши обернутые битки рэнбитиси или обернутый битиси про значит есть интересный пул я уже несколько раз про него рассказывал называется он полно крови бы работать кстати полигоне с дешевыми транзакциями что очень примечательно обернутый биток рэнбитиси доходность на сегодняшний день получается три процента годовых в битке то есть но 77 в битке и 2.37 в курве доходность это очень как бы круто а при том что я знаю много людей которые просто держат биткойн и он у них не работает но почему бы его помимо того что мы ждем что он подорожает цене почему бы во первых не получать 0.77 процентов в чистом битке и еще 2.34 в курве переходим в этот пул как это все выглядит но слава говорил что здесь можно поменять это соответственно да а есть такая вкладка депозиты у меня здесь лежит вот видите у меня в двух активах 0.26 обернутого битка и 0.36 rnbtc соответственно эквивалентом 25 тысяч долларов вот кстати мы покупали полтора биточка я себе взял недавно обернутого прямо на полигоне и я могу застейкать его deposit and stake и получать доходность если мы сейчас перейдем во вкладку виздроу мы увидим то что за все время то что у меня здесь лежат чуть больше чем пол битка мне накапало 34 токена керф давайте посмотрим вообще что это за токен и для чего нужен керф дау токен это токен управления governance в целом курва он сейчас стоит 2 доллара 20 центов пике сколько у нас он стоил ну вот из последних таких вот событий он доходил до 6 долларов поэтому на следующем был ранее очень вероятно что мы можем сходить на 6 долларов или перебить all time high потому что это очень мощная по сути говоря платформа которая позволяет нам зарабатывать и делать вообще крутые разные вещи не только доходность там на битке там и на стейблкойнах хорошие пулы есть и так далее то есть в целом а здесь получается очень неплохая доходность и это здорово 34.5 токена керф прилетел все двигаемся дальше чем больше соответственно вы сюда кладете вашего битка тем соответственно больше вы будете получать доходность ведь только на керф но у меня увеличивается количество биткоина внутри поэтому ребята если вы хотите волка есть еще вариант куда можно запихнуть свой биток есть платформа а вы на том же полигоне но давайте посмотрим что у нас здесь получается по по api очень маленькие здесь если мы просто кладем в обеспечении обернутый bitcoin то мы получаем меньше 0.01 процента это конечно очень мало и совершенно не интересно я еще раз хочу вам сказать что я стараюсь показывать кстати вот этот керф который добывается токен здесь на на керфай мы можем его клеймить и можем класть потом его обратно а в под 2.32 процента то есть весь ваш заработанный керф можно еще потом перекладывать по 2.32 процента вот такие вот здоровские вещи позволяют нам делать блокчейн это ли не здорово то есть мы просто держа биток предоставляя ликвидность в керф получаем керф и потом керф еще как бы стейкаем и вот у нас получается такая вот матрешка где мы получаем увеличивается еще больше количество курва у у нас на платформе еще и баба то есть это как бы круто если вы хотите в плане безопасности то есть есть обычный биток который на он не работает btc сейчас перейдем посмотрим его конечно часть биткойна у вас должна храниться на вашем леджере или трезере на блокчейне биткойна непосредственно омни чтобы это был не ерси 20 токен макс омни это этот был тетр первичный они делали да они делали форк по сути говоря биткойна и вот он такой ну неважно вы можете брать свой биткойн и хранить его на на трезере виде обычного настоящего не обернутого биткойна но если вы хотите но там пока что нету стратегий на которых вы можете по сути говоря до зарабатывать или увеличивать количество своего биткойна а если вы хотите еще чтобы биток работал то тогда вам велкам пожалуйста полигон где дешевые транзакции почему я говорю про полигон и почему это плюс за полигон потому что дешевые транзакции очень много бриджей которые работают легко отправлять средства все вы перевели стейбл коины в полигон купили тут биткойн себе и погнали купили биток пол битка биток 10 отправили в керф начали зарабатывать потом керф наработанный отправили на авэ тоже вам капает и у вас вы такие молодцы у вас все работает ни капли ни доллара ни цента у вас не простаивает это как бы здорово но имейте очень важный ремайнер вот все блоки все все контракты все платформы у них есть системные риски что такое системные риски если завтра предположим взломают керф или взломают авэ чисто теоретически ваши средства могут украсть поэтому самое безопасное хранение но без доходности это просто вы покупаете обычный физический биткоин и храните его у себя на аппаратном кошельке никаких вопросов нет но и нет доходности здесь с небольшими рисками вы начинаете получать доходность и так далее вот такие дела тебе есть что слав добавить еще да в целом как бы я хотел показать у меня сейчас транслируется или нет давай сейчас включу вот все сейчас показывается я просто там кое-что увидел как нам потом с тобой стримить там есть такая штука когда ты запускаешь показ экрана внизу галочка стримите системный звук это эту галочку если ставишь что тогда еще стремится системный звук это вот потом чтобы она была как обычно как раньше мы на ю тубе стримили точно вот так можно будет сделать и будет проходить но если вы хотите вот то что мы в тему то и заявили да купить себе получается то есть мы объяснили да что такое обернутый bitcoin что такое rnbc wbc да и вот поэтому вы можете спокойно себе переходить на юнисвоп и взять и купить себе обернутый bitcoin вот весь вы видите здесь эфир у меня сверху 0 1 эфир 303 доллара мы меняем на обернутый bitcoin то есть у нас на 303 доллара будет обернутого биткоина А дальше уже, да, у вас открываются возможности, вы можете просто его хранить себе в индекс, добавлять, вы можете его идти на AVA, отнести на Compound, вы можете в Curve Pool добавить, да, и тем самым фармить себе Curve, ну, то есть уже придумывать разные DeFi стратегии, которых полно, и они постоянно меняются, и тут уже каждый гонится для себя, во-первых, за процентом API годовым, да, сколько он хочет годовых процентов получать в биткоине, а дальше он смотрит уже на риски, то есть насколько рисковый протокол и какую часть от своего капитала, выделить этому протоколу, вот и все, поэтому ничего страшного в этих штуках нет, можно этим пользоваться и покупать. И еще есть немножечко новостей, можно быстро пробежаться, значит, легализация биткоина в Мексике столкнется с тяжелым противостоянием, такое заявление сделал биткоин-миллиардер Рикардо Салинос, у нас, кстати, есть переведенное интервью с Рикардо Салинос, но пока что оно недоступно, я не знаю, мы, может, если что, потом когда-нибудь перезальем его либо на наш лайв-канал, либо уже будем использовать склад, у нас есть еще Vimeo, и мы можем на Vimeo какие-то интересные важные вещи перезаливать и просто потом сделать подборку, здесь у нас в Телеграм-канале закрепим, и на Телеграф будем загружать, либо у нас где-то на сайте, ну, придется так делать. В общем, в Мексике, с одной стороны, да, как бы есть запрос на биткоин, потому что внутренняя валюта, пьеса, да, не такая уж и устойчивая, и в целом сейчас мир показал, что даже доллар не такой уж устойчивый, и у него тоже инфляция и все, поэтому очень сейчас люди интересуются по всему миру цифровыми активами, биткоином, эфиром, все, что с этим связано, с тейблкоинами, как их можно перемещать, как их можно хранить, тот же Сальвадор показал, что целая страна может спокойно перейти на криптовалюты и нормально себя будет чувствовать. И всегда есть какие-то моменты шероховатости, да, когда тот действующий бизнес, особенно банковский бизнес, да, немножечко не врубается, либо делает вид, что не врубается, а точнее он просто это проморгал, и он не подготовлен, и они хотят оставить для себя какую-то фору в виде полугода-года для того, чтобы наполнить в первую очередь свои счета, свои кошельки биткоином, да, а дальше уже потом разбираться, что будет делать обычный народ. Поэтому имейте в виду, если вы сейчас смотрите эту трансляцию, вы уже подписались, да, на наши какие-то социальные сети, вы в правильном направлении. Новости от Эльвира Набиулина, значит, 7 банков подключатся к тестированию, ребята, цифрового рубля в ближайшие месяцы. Значит, есть план, что с января 2022 года идет тестирование новой формы валют Центрального банка Российской Федерации, и постепенно сюда все добавляются новые банки. Значит, раньше ЦБ сообщал, что в группы тестирования вошли 12 банков, это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа, Банк Дом РФ, Росбанк, Промсвязьбанк, Тиньков, Акбарс, там еще всякие разные банки. Вот сюда постепенно будет все больше и больше в шкатулку эту банков набивать, они будут все тестировать ровно точно так же, как происходило в Китае. И цифровой рубль, это по сути все у нас останется то же самое, единственное, что все транзакции пишутся в блокчейн, и их уже не так легко оттуда как бы выкорчевать, и все следы, грубо говоря, этих переводиков, они остаются. Хотя, ну, на самом деле, мне кажется, особо прям ничего для ЦБ не меняется, просто еще более легче, то есть у ЦБ будет Ledger, вот этот блокчейн, да, или такая большая таблица учета, в которой будет видно абсолютно каждую транзакцию, как, куда, какая монетка ходила, и при необходимости все это можно будет отмотать, проследить. И, ну, в общем, поэтому криптовалюты точно будут вводиться, признаваться в каком-то формате АВР в том числе. Значит, Виталик Бутерин поддержал идею поглощения Twitter Илоном Маском, то есть вы помните, да, мы обсуждали, что у нас ни один эфир не обходится без Илона, он купил себе 9% Twitter и выпустил заявление, что он в целом готов, значит, выкупить все оставшиеся акции по определенной цене, там, допустим, 54 доллара, и, то есть, что выше рыночной на тот момент являлось. И сделать сеть приватной, то есть сейчас Twitter это публичная компания, она торгуется на бирже при выкупании всех акций, он, значит, так, у нас там Дим Хамшин что-то в камеру включал, камеру включать пока не надо, ребят, вот, она может стать, соответственно, приватной. Ну, хорошо это или плохо, мы не знаем, но Виталик Бутерин за. Ну, просто был такой посыл от Илона Маска, что мы за все хорошее, значит, и за то, чтобы дать свободу слова, больше свободы слова в Twitter. Глава Grayscale назвал вопросом времени одобрения спотового биткоина ETF в США, это пока что он не одобряется, но если это все произойдет, то это точно будет большим плюсом, как бы еще больше институционалов сюда придет и принесет свою котлету. Вот, поэтому это вопрос времени, возможно, действительно, в 2024 году это все произойдет, потому что они уже миллион раз подавали эти заявки, все их под разными соусами и причинами отклоняют, но, тем не менее, как бы, вечно отклонять они не смогут, и поэтому ETF убыть. Вот такие вот у меня новости на сегодня. Все, можем теперь, в принципе, отвечать на вопросы, там, минутка рекламы, если у нас есть, да, и там нашу академию можно прошилить, как обычно. Да, ребят, вы можете в чате накидывать вопросы, в тексте, мы с удовольствием на них ответим, чат есть в Телеграме под этим, под этой штукой, в общем, можете отвечать. Мне непонятно, почему еще другие люди могут говорить. Это в настройках надо, потом будет разобраться, как мы настраиваем трансляцию, да, и что можно делать, что нельзя, это все просто мы потом разберемся. Вот у нас перед вашими глазами академия Bitbrain.me, это международный формат нашей академии, он на двух языках, на русском и английском, контент уже представлен, кстати, и на русском, и на английском, потому что у вас есть друзья, которые разговаривают на английском, вы можете там все дело им отправить, пускай тоже присоединяются и изучают. И здесь появляются периодически какие-то акции и скидки, вы видите, что у нас акция дня, эксклюзив 12 в одном, то есть вы можете купить 12 разных видосиков по цене одного счета, это за 17 990. Вот такая вот экономия в 60 тысяч рублей, ну или просто обычный набор спецпредложений, самый популярный, это вот подписки и чат комбо вместе, вот это два в одном. Так что тоже залетайте, присоединяйтесь, кто хочет прям нырять в криптовалюты с головой, мы всем будем рады. Павел задал вопрос, значит, что, в каком стейблкоине лучше хранить, сейчас я попытаюсь вам это показать, так, сейчас поширю свой экран, где ты, вот, хранить, ребята, ваши стейблкоины, самый лучший стейблкоин на сегодняшний день, который не могут заблокировать, хотя вот вы знаете, что USDT и USDC могут заблокировать, то это DAI, берете, вот есть такой стейблкоин DAI, он обеспечен эфиром, и не только эфиром, а один к одному к доллару. Все круто, можно хранить, и будет прямо все классно. Это первое. Второе, можно хранить на курве целую корзину стейблкоинов, есть во вкладке root, вот, AVE, AVE, pool называется, сюда входит сразу три стейблкоина. DAI, USDC и USDT, мало того, что это хранится на контракте, и никто не может у вас это все забрать, так еще и хорошая, по сути говоря, ребалансировка у вас активов, да еще и получаете доходность 4.15% в тейблкоине, и еще 0.7% практически в токене, это здорово, безусловно, здорово. Ответили на вопрос Павла по USDT. Напишите, у кого звук не пропал, а то у кого-то звук пропал, наверное, только у Виталия. Так не должен был пропасть. Да нет, все нормально, все работает. Добрый день, что скажете по обновлению степа? Скажем, отличное обновление, большие молодцы, классно, теперь есть две сети, BSK, и, кстати, те люди, кто не видят свои активы на Солане, там в правом верхнем углу можно пальчиком зажать, подержать, появится блокчейн BSK, вот какая лампочка у меня, видите, мигает, это чтобы привлекать ваше внимание специально. BSK переключаете, и потом обратно на Солану, и у вас начинает работать, вы видите ваши средства на Солане, и, да, теперь на BSK тоже можно будет покупать кроссовки. Единственное, мне вот интересно понять, это два разных блокчейна, соответственно, можно купить туда пару кроссовок и туда пару кроссовок, и, наверное, переключать между блокчейнами, там 10 минут походил, там 10 минут походил, и зарабатывать, видимо, еще больше. Это, безусловно, круто. Давайте посмотрим, что у нас еще. По Степану ответим. Парачейн на Палькадот, 15 аукционов, на какие проекты стоит обратить внимание? Значит, вы знаете прекрасно, что мы заходим практически во все парачейны, я сейчас покажу, что у нас имеется на сегодняшний день. Сейчас я покажу свой экран, Слава опять ангилировался. Так, вот. Что у нас здесь происходит? Сейчас из тех проектов, которые есть на Палькадоте на данный момент, это Alternity, Polkadex, и мне из всех проектов, наверное, которые здесь есть на сегодняшний день, я могу выделить два проекта. Это Alternity и Polkadex, но вообще самые крутые, которые были проекты, и куда прям интересно мне было заходить, я, естественно, заходил, это Interlay, это Centrifuga, это Parallel, это Astar, Moon, Vim и Akola. Это вот эти вот проекты мне нравятся. Теперь давайте поговорим, раз уж мы начали о Палькадоте, давайте поговорим о Кусама, что у нас тоже происходит. Здесь появились новые проекты, которые я еще не изучал. Здесь есть какой-то Listen Network, возможно, это будет что-то на примере Stepan, да, то есть можно будет... Listen, что-то послушивание. Ну да, тут и такой наушничек такой, Apple-овский. Из, короче, на Кусаме, из крутых проектов, которые были, куда мы заходили, Darvinia, Krab, Litmus, сильно нравится, Krast Network, Subsocial, Quartz, BitCountry, Pioneer, крутые ребята. Дальше, Calamari, Bazelisk, Kala, Shiden, Moonriver и Karura. Это прям топовые проекты, которые на сегодняшний день на Кусаме, кстати, уже 31%, 31 проект на Кусаме уже появился. Макси, есть у вас код активации Stepan? Нет у нас кода активации Stepan, по-моему, нету. Если у меня не появился, я сегодня походил. Мы сбрасываем их в наш закрытый чат, обычно. Да, мы скидываем закрытый чат сразу. У меня пока что, ребята, нет. У меня ноль. Я бы с удовольствием... Вот у меня было два, я сразу два отдал, в общий чат кидаю. Я знаю, что все просят, и кидаю в общий чат, кто первый, того и тапки. Так честно, когда у меня только появляется. Двигаемся дальше. Что думаете по Star Network? Да, думаем, что это очень крутой проект, и держим его, и фармим потихонечку. Все прям круто. Залетаем. Кстати, по поводу Stepan. У меня есть такая, знаешь, идея из разряда, там, не знаю, интриги расследования. Вот то, что сейчас произошло с добавлением сети БСК, и есть вообще вероятность, что кроссовки в сети Solana могут начать проседать в цене. То есть сейчас все массово начнут переходить на БСК, потому что она будет объективно лучше работать. И получится, что те, кто сидят на Solana с кучей кроссовок, могут слегка угореть. Такое вот может, или потом будут либо инцентивайз какой-то запускать. То есть сейчас могут инцентивайз запустить на БСК, вот, а потом, как бы, уже смотреть, если сильный перекос пойдет в БСК, будут что-то придумывать, как навести баланс. То есть это всегда проблема, когда ты на двух блокчейнах выходишь и неравноценных, да, то есть один лагает, то все переходят на другой, и тот начнет, ну, как бы, стагнировать. Поэтому будьте готовы, что можете остаться с кучей кроссовков на Solana, которые нахер никому будут не нужны. И может сейчас возникнуть прямо арбитраж. То есть выгодно будет просто сейчас сливать то, что у вас есть, и переходить на БСК, и там уже развиваться. Но это, Акабиджи, не советы, это просто мысли. У вас есть асики или фермы в работе? Нет, у нас асиков или ферм в работе нет. Сейчас, по-моему, фармить можно на разных протоколах, очень удобно, и не надо пользоваться никакими асиками и так далее. Зилскам или же хорошая монета долгосрок? Зилика. Сложно сказать. Непонятно, что с ним будет, поэтому я не могу. У меня вообще зависит телеграм, я новых комментариев не вижу. У меня все висит. А я на телефоне читаю, кстати, очень удобно. Открываешь на телефоне и читаешь вообще по кайфу, и общаешься тут с аудиторией. Всем привет, вопрос о наболевшем. Пропали GST, перезагружал телефон, перезаходил в приложение, менял сети, кошелек, BNB, создал. Только удалить приложение. Что посоветоваться? Спасибо. Значит, у меня была точно такая же ситуация. Во-первых, надо обновить приложение. Если ты не обновил приложение, может, у тебя не стоит автоматическое обновление. Так вот, зайди, зайди, пожалуйста, в App Store и обнови приложение принудительно. После этого, после этого заходишь в приложение по-новому, нажимаешь кнопочку. Попробуй включить VPN еще. Очень важно. Возможно, под VPN тебе поможет. Включи VPN. Открой. Зажми сверху салану, выбери БСК, переподключись, потом обратно, и все должно заработать. У меня сразу заработало. Если это не помогает, не могу тебе подсказать. Надо, значит, писать им саппорт, по всей видимости. Вон, скинули под степан, кто-то сбросил, Дмитрий Петров. Вот так. Быстрые руки сейчас должны пойти в ход. Да. Спасибо, Дмитрий, за свой код степан. Работает все, салана на месте, только пропали GST. Сегодня очень лагала с утра сеть. Я вот шел сегодня и пытался когда запустить проходку, ну, чтобы пройти, да, потратить свои накопившиеся энергии. И у меня она запустилась с десятого раза. То есть сеть была перезагружена. Я запускаю, а она срывается. Запускаю, срывается. И пишет, что сеть загружена, сеть загружена. Но я, кажется, не сдавался. И с десятого раза у меня пошел таймер, начал считать. Поэтому, возможно, с этим связано, что он не может подтянуть ваши балансы. Про Астар. Где фармим Астар и стейкайте? Мы фармим прямо на официальном Астар протоколе. Там, конечно же, и валим. Да. Тут чат эфира, да. Тут и чат, и чат эфира, поэтому можете задавать вопрос. Что можете сказать про Догбосс? Мы ничего не можем сказать про Догбосс. Это спонсоры посты, которые выходили. Проще, конечно, пойти и спросить напрямую у них в чате, что они думают про Догбосс. Для аудитории лучшего канала Код Степан скинул нам еще Иван. Спасибо огромное, Иван, за Код Степан. Это реально чувакам помогает, потому что за этими кодами просто все бегают. Я бы кинул с удовольствием, у меня просто его нет. Да, лайкнем Ивана. Ну, собственно говоря, я думаю, что можно финалить на этой прекрасной ноте. Спасибо, ребята, огромное, что вы подключились. Очень круто примите в Телеграме. Я на самом деле не вижу смысла даже переходить с ОБС. Мне тут удобнее, когда запускается экран, оно само все меняется. Ну, в общем, посмотрим конечный результат, что получится. Но в целом тут очень прикольно и удобно. Единственное, надо разобраться, чтобы люди не могли шерить свой экран или еще что-то. Все. Всем спасибо, удачи. Это видео появится на канале Live. Оно будет просто загружено в виде видоса. Вы его сможете там посмотреть. И запись, конечно же, появится в Телеграме, как только обработается. Запомните, мы ни в коем случае не даем инвестсоветов. Поэтому любую информацию, которую вы получаете, вы должны проводить собственное расследование, изучение, пробовать, сфотестировать на маленьких суммах. Да, вот как у Славы футболка. И все будет круто. Все. Всех обняли. Удачи и пока. Пока.